Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ничего, тебя не касается Да больно, надо вашими детсадовскими делами интересоваться Сегодня, чтобы был на объекте, как штык Если деньги нужны Девушки отдыхают Счастьем поделись И взлетая высь к облакам После дождя будет радуга После заката рассвет После зимы будет радовать Летний и жизненный свет Ну где же Толя? Можешь к ней домой сходить? Вдруг что-нибудь случилось? Перестань себя накручивать, Галя Ничего с ней не случится Ты вот лучше подумай, у нас сегодня репетиция Блин, я знаешь, как волнуюсь Лишь бы не опозориться, как в тот раз Столько, по-моему, об этом и думаешь А вот у меня, например, сердце не на месте Вдруг она попала в какие-нибудь неприятности Ну какие у нее могут быть неприятности? Она городская, пожила три дня в общаге И свалила, потому что привыкла к комфорту Да вам тебе она хорошая, нормальная девчонка Она нормальная девчонка? Я тебя умоляю И вообще, почему мы думаем только о ней? У нее в конце концов есть родители, Сеня Вот пусть они и позаботятся о ней А мы должны думать в первую очередь о себе Ты только о себе, по-моему, и думаешь Потому что больше некому это делать Ну, в конце концов, мне кажется, она просто переживает Из-за того, что у нее ничего с записью не получилось Да чего у нее не получилось? Все у нее получится Ну, ты знаешь, не все такие оптимисты, как ты Есть еще и реалисты, как она Просто ей завидно, что у меня все в жизни получается Вот она сидит дома и пишет песни Да, я даже в школу не ходит Чтобы никому ничего не объяснять И после своих заявлений нам на глаза не попадаться Кто просил кофе? О, какой волшебный аромат Да, спасибо Только нам надо купить с тобой кофеварку побольше Это только на две чашки А нас теперь, между прочим, будет трое Что? Ты так спокойно об этом говоришь? Юр, ну, ты тоже должен понять меня Для меня это просто все очень неожиданно Я должна как-то привыкнуть к этой мысли Я тебя прекрасно понимаю И вообще я не против Я совершенно не против Ну, просто надо мне это как-то, ну, осознать, понимаешь? А ты вообще у меня молодец И я тобой горжусь Серьезно? Угу Ты ведешь себя как настоящий мужчина Ну, как человек, который очень сильно любит своего ребенка Да Я пока только учусь Дорогая моя Я тебе обещаю Я буду любить Я буду очень любить Всех, 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 всех наших детей Юрк, ты знаешь, я Я вчера Прочитала в одной статье, что Есть еще один способ забеременеть Правда? Угу И что же это за способ такой, а? Ой, Юр Давай вечером сходим к моему доктору Ну, конечно, давай Во сколько за тобой заехать? Ну, я сейчас не знаю Я днем тебе позвоню Хорошо? Хорошо Добрый вечер Ты куда собралась-то? У меня есть выбор Обычно по утрам я собираюсь в школу Ладно, не добивай меня Мне и так стыдно Угу А это я уже слышала Мне кажется, не раз Все Я обещаю Больше мы к этому разговору не вернемся Иди в школу, скажи, что я Сегодня обязательно приду, обещаю Да? А вдруг ты передумаешь? А мне потом опять за тебя краснеть? Значит так Больше краснеть за меня никому не придется Скажи в школе, что я сегодня обязательно приду, делаю декорации Слушай, а ты хорошо устроился Наобещал, честное слово дал А потом хоть трава не расти Кир Я понимаю, что я потерял твое доверие Но я тебе обещаю Что этого больше не повторится Ладно Я уже опаздываю Давай Увидимся в школе Ты уже собрался? Так быстро А я, в основном, что даже на кассе не успела Подойдешь мне? Ладно, я быстро Нет, Полиночка, извини Мне нужно срочно бежать Ой, подожди Куда? До открытия кафе еще куча времени Да я не в кафе Мне по делам кое-куда заскочить нужно еще успеть Так, стоп Какие могут быть дела в такую рань? Полин, ну я тебе потом объясню Ладно? Ну, долго рассказывать Я пошел Стой Я тебе, вообще-то, не чужой человек Хорошо Мы договорились с Ромой встретиться перед началом занятий Перетереть с ним по поводу свадьбы Чьей? Надиной? Ну, естественно, Надиной Ну, Глеб же там играет роль жениха Ну, кто-то же должен заменить его на сцене Ну, что значит, играет роль жениха? Он и есть настоящий жених Да, конечно, с Надей кто угодно будет счастлив В общем, я хочу попросить Рома, чтобы он сыграл на бас-гитаре Ты думаешь, он согласится? Я думаю, согласится Ладно, я побежал А, сияешь, как медный чайник Ну, у меня ж свадьба на носу Вот именно У вас, Глеба, все не как у людей Ты одна, а тут Валандыш, он вообще неизвестно где Ой, ну, какое это может иметь значение? Главное, что теперь он от меня никуда не денется А давай с тобой пойдем сегодня купим платье тебе Успеем Ты скажи лучше, что вы решили с костюмом Глеба? Да, ну, мы как-то ничего еще не решили Так просто о свадьбе поговорили и все Вот я и говорю, что как дети малые А гости будут Я что-то не замечала, чтобы Глеб Кого-нибудь из учителей приглашал, а ты? Ну, а что я? У нас в Москве никого нет Вот именно И жених у нас какой-то тюлень Ночует неизвестно где Живет мне с невестой Мам Но он же пока жених и не муж Ему с невестой не положено Здрасте, приехали А раньше жили вместе и ничего И зря Я теперь поняла, совершила много ошибок И больше не хочу их повторять Глеб Привет Здравствуй Как твоя семейная жизнь? Привыкаешь к ребенку? Да, ни к чему я привыкать не собираюсь Я по-прежнему живу с бабушкой Вот как? То есть ты передумал жениться? Да нет, к сожалению, передумать тут невозможно Да и полноценным браком это нельзя будет назвать Ну, почему же? Ну, я просто выполняю свой долг Ни о какой совместной жизни с Наденькой о речи быть не может То есть ты собираешься жить отдельно? Ну, разумеется В воспитании ребенка я буду принимать максимальное участие По семейной жизни ограничу появлением штампа в паспорте Так, получается, и свадьбы не будет, раз ты так решительно настроен против брачных уйсов? Это эффективный брак, простое соглашение, вызванное рождением ребенка Праздновать тут нечего Глеб Ты меня приятно удивил Извини, конечно, но я впервые в жизни слышу от тебя разумные решения Давно уже пора научиться делать правильные выводы Доброе утро, Светочка Доброе утро Какие новости? Какие тебя интересуют? Ну, хотел бы узнать, не звонил ли Валя? Я сама из-за этого с утра места себе не нахожу, нет! Он не звонил! Как же так? Он же обещал! Я поверить не могу! И я о том же! Может мне самой ему позвонить? Да нет, не нужно! Я думаю, что это бесполезно! Ну почему? Может ему нужна наша помощь? Мы свечки так сделали все, что могли! Это его решение должно быть и никого больше! А никакого давления оказывать не нужно! Слава, и что нам тогда остается делать? Подождем! Я так боюсь, что он опять сорвется! Это будет... Это будет конец! Я очень надеюсь, что он будет держать себя в руках! Ладно, мне нужно идти! И мне тоже в это хочется верить! Привет! Ну что, как дела? Чем вчера занималась? Да, нормально все! Вчера в Нэти сидела, с Антой общались! Прикольно! Как папа? Хорошо! Учимся жить по-другому! Здорово! Ну все получается, без проблем! Да, ну, как всякое бывает, но в принципе справляемся! Слушай, Кира, я подумал, может сегодня вечером сходим куда-нибудь, а? Ну, реальной жизнью тоже надо жить! Слушай, мне пока виртуально, знаешь, как хватает! Вот мы вчера с Антой поспорим, можно ли считать за лузскую мбакангу чем-то вроде европейского джаза! Ого! Я не знала, что ты в этом разбираешься! В том-то и дело, что нет! Придется опять идти в библиотеку! Доброе утро! Здравствуйте! Садимся! Так, я не поняла, почему так мало людей? Где Тоня? Арсений, Миша? Да мы сами не знаем, мы до Тони два дня уже дозвониться не можем! Ладно! А Миша с Арсением почему не на занятиях? Мы тоже удивились, потому что они нам ничего не сказали! Ваня! Ты с ними в одной комнате живешь! Они тебе ничего не говорили? А Ваня тут при чем? Они мне не отчитываются, они вышли, и я думал, на занятия! Очень интересно! Ребят, я же слезный! Любой хороший слезный отмычку вам сделает за 15 минут! Ну, то есть вы можете? Ну, я же сказал, могу! А, ну, отлично! Делать не буду! Нет, почему? Да потому что я знаю, для чего эти отмычки делают! Я сам помогу из таких глупостей понаделал! Так что помогать я вам не буду! Послушайте, мы не собираемся делать никаких глупостей! А зачем вам отмычки в зубах говорятся? Ну, мы просто не можем сказать! Мне нам очень нужны! Ребят, идите-ка вы домой! Послушайте, нам отмычки нужны не для того, чтобы квартиру вскрывать! Понимаете, у нас... У нас человек в беду попал! У вас попал человек в беду? Да! А вы хотите к нему отмычки подворать? Ладно, Миха, пойдем, подвигаемся! Ребят, стойте! Сделал я вам этот инструментик! Но вы мне конкретно все рассказываете, что и как! Понятно? Что? Что с деньгами? Только часть смог достать! Так и знала! Я так и знала, что у тебя ничего не получится! Что же это такое-то, а? Танечка, я обошел всех знакомых, всех, кого только можно! Сумма просто гигантская! Подожди, я еще попробую... Ну, хватит, ждали достаточно! Тоня, в опасности, я буду тут сидеть, сложа руки! Просто дай мне немного времени! Нет! Все, иду брать кредит! Пойду на работу искать поручителей, а если не получится, под залог квартиры! Татьяна! Пожалуйста, выслушай меня! Ну что, что еще? У меня есть... Так... Вот еще пятьсот! На, держи пока, только это! Ты что, смеешься, что ли? Да тут и четверти нужной суммы не будет! Какую там десятая часть от силы? Ты что, думаешь, это нас спасет? Нет, все, я иду! Ничего этого я не думаю! Просто отдаю тебе то, что есть! А идти пока никуда не надо! Как не надо? Как не надо? Так, сядь! И посиди так ровно час! У меня есть одна идея, как раздобыть денег! Если ничего не получится, я позвоню! Договорились? Договорились! И напоследок одно маленькое сообщение! Евгений Валентинович просил передачу репетиций сегодня будет у Ромы, Киры, Жанны, Миши, Тони и Арсению! Передайте им! Урок окончен! И вот интересно, как мы будем сегодня репетировать? Слушай, ну что ты торопишься? Еще ничего неизвестно, может Миша вернется? В том-то и дело, что неизвестно, а вдруг нет? И что я тогда лишусь главной роли? Чего ты истеришь? Репетируй пока без него! Что, кто тебе мешает? Я не могу петь про любовь, никому не обращаясь! Мне так тяжело! О, здорово, Ром! Привет! Слушай, у меня к тебе дело есть пять минут? Есть даже десять! А что такое? Привет, Игорь! О, привет, Жан! Слушай, мне с тобой тоже надо поговорить! У тебя время есть? Да! Ну я пойду тогда! Слушай, ну, раз ты можешь подождать, я с Ромкой сначала пообщаюсь, ладно? А, хорошо, да! Я даже предположить не могу, куда они могли подеваться! Вообще, это очень странно! Неужели они никого даже не предупредили? Да в том-то и дело! Нет, ну хорошо! Тоня и Арсений, за них я более-менее спокойна! Они могли куда-то вместе отправиться! Но Миша-то где? Да я понятия не имею, Людмила Фёдоровна! Ну, если они только с Юрием Аркадьевичем отправились, ну, какие-то документы оформлять! А вот это нехорошо! Если возникла такая необходимость! Ну, предупредить же надо! Ну, конечно, надо предупредить! Давайте я ему позвоню! Господи, боже мой! Алло! Юр! Да, это я! Скажи, а ты не знаешь, где Миша? Да нет его на уроках! В том-то всё и дело! Да? Ну, не знаю! Хорошо! Ладно, хорошо! Угу, ну всё! Ну, что? Да не знает он, понятия не имеет! Сказал, попробует поискать, и потом мне перезвонит! Ну, Ром, отлично! Раз ты готов подменить Глеба, то тебе придётся как следует отработать его партию! Ну, надо будет напрячься! Хорошо, я готов! Встретимся в кафе! Давай! Давай! Ну что, Жанна, держи, вот диск! Спасибо! Ну что, может, прямо сейчас послушаем? Так, я что-то не понял, ты не рада? Нет, я очень рада! Ну, ладно! Ну и её, эту репетицию! Так, 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 подожди, стоп! Не надо ни на что забивать! Я же не знал, что у тебя репетиция! Ну, а какой смысл? Всё равно Миши нету! Как мне репетировать? Ну, прогонишь один раз без Миши, а потом пойдём в студию! Ну, конечно! Я и так вчера ужасно спела! А если я сегодня спою без партнёра, то получится ещё хуже! Все подумают, что я бездарь! Так, стоп! Во-первых, никто ничего не подумает, потому что ты талантливый человек! А во-вторых, ты людей подведёшь! Пикарёчек, мне понравилась идея! Может быть, ты мне потокраешь? А, ну, подожди, я как-то не готов! Ну, пожалуйста, мне это говорили, что мы первые выступили! Там музыка, слова, всё есть! А потом сразу пойдём в кафе! Пожалуйста, я без тебя не смогу! Ладно, давай! Спасибо! Вы меня, конечно, извините, Калерия Викторовна! Может, я не в свою сферу торгаюсь, но мне кажется, что вашему супругу с Мишей надо быть построже! Видите, уже прогулы! Допустимо ли это? Да нет, конечно! Йора действительно очень мягкий человек, но его же можно понять! Нет, ну, конечно, это я понимаю! Но чрезмерно мягкость тоже нехорошо! Миша это не поможет! Да, я согласна! Может быть, действительно, не надо идти у Миши на поводу! Я поговорю с ним! Эй, молодые люди, полегче! Что случилось? Так-то вроде в курсе, что случилось! Сейчас надо следить в то место, где прячут Тоню! Послушайте, друзья, я не знаю, где они её прячут! Да вы сто процентов знаете! Ребят, я её отец, между прочим! Не надо со мной как с преступником разговаривать! Извините! Ну так что, идём к ней? Подождите! Сейчас я пойду туда один и попробую договориться с этими людьми, чтобы они отпустили Тоню! Так всё-таки, оказывается, знаешь, где её прячут! А говорил, что понятия не имеешь! Знаю! Я пойду туда и останусь заложником вместо неё! И пусть делают со мной, что хотят! Ну ты сам подумай! Ты-то там зачем нужен? Им нужны деньги! Кто за тебя им в выкуп внесёт? Надеюсь, они поймут, что только Тоня способна вернуть им эту кучу денег! Короче, в общем, как бы там ни было, мы с вами идём! Может, не стоит! Ну, слушай, я тебе сейчас расскажу, что можно сделать! Ты понял? Светлана Михайловна, скажите, а вам мой папа не звонил? Нет, Кирочка, не звонил! Мы вчера с ним договаривались, что он зайдёт, но, как видишь, до сих пор нет! Наверное, его уже не будет! Ой, Светлана Михайловна, у меня ещё есть репетиция, но, может быть, мне лучше домой сбегать и посмотреть, как там папа? Ой, Кирочка, сходи, пожалуйста! А я, Мирославу Николаевичу, скажу, что у тебя уважительная причина! Хорошо! Привет, девушки! Вот и я! А что там такие врачные? А мы... А мы книжку найти не можем! Потрясающе! Ты домой идёшь? Ой, нет, у меня ещё уже репетиция! Ну, хорошо, тогда давайте на свою репетицию! Ну, а мы с вами, я так понимаю, за декорацией! А может быть, сначала чай выпьем? Можно и чаю! Скажите, как Тоня? С ней всё в порядке? В порядке, в порядке, не волнуйся! Ты деньги нашёл? Нет, но... Я бы на твоём месте поторопился! Срок теперь ровно сутки у нас, видишь ли, планы поменялись! Будут деньги, звони! А по пустякам меня беспокоить не нужно! Подождите, послушайте! У меня к вам есть очень выгодное предложение! Ну, это не телефонный разговор! Давайте встретимся! Вот увидите, вы не пожалеете! Вряд ли ты сумеешь меня чем-то заинтересовать! Я постараюсь! Только, пожалуйста, надо встретиться! Ну, что ж, пожалуй, я уделю тебе несколько минут подъезжать через час в ресторан! Сейчас твоя задача, как можно дольше потянуть время! Не уверен, что у меня получится! Получится! Ты понимаешь, что от этого зависит жизнь твоей дочери? Я все верю! Я все верю! Я все верю! Слава Николаевич, все в порядке! Папа пришел! Я уверяю, что ваша баба условно мешать не едет! Все слова давно исчезли Молодец, Жанна! Отлично! Супер! Жанна, молодец! Вот видно, что репетировала. Молодец! Умница! Спасибо! Ну что, Миша у нас не пришел, да? А никто не знает, где он? Нет, и на звонки не отвечает. Ясно. Жанна, Игорь, вы свободны. Ром, Кира вместо Тони будет петь с Арсением теперь, а ты, соответственно, с Тони. Ну, Вета, нет, что мне делать? Тони нет, Тони нет. Нет ни Тони, ни Миши, ни Арсения, никого нет. Да, ребят, случай действительно беспрецедентный. Мюзикл должен был быть готов уже, а у нас нет половины состава. Вообще, что за безобразие, а? На репетиции не ходят, на уроки не ходят. Ромео ненавистый. Клянусь, что я убью его немедленно, и помешать не сможет мне никто. Уйди с дороги. Нет, сеньор, не смейте. Ромео невиновен, вам толкую. Пойдите и узнайте, кто изменник, кто смог невесту вашу одурачить. Мой брат невинен. Ну, ладно, продолжим в зале. Вы репетировали, да? Ой, извините, я буквально на пару минут. Глеб, ты купил свадебный костюм? У меня уже есть костюм. Этого вполне достаточно. Ну, это же повседневный. У тебя же будет свадьба. Нет, ну, Глеб, ну как ты не понимаешь, а? Я же сказал, ничего специального я покупать не буду. Извини, мы репетируем. Да, тогда одну минутку еще. Гуцул разговаривал с Ромой, чтобы заменить тебя в лобами на свадебный вечер. Рома согласен. Да не стоило было разводить всю эту тягомотину. Нет никакой необходимости. Для меня это не праздник. А для меня праздник, и все будет так, как я решила. Я вообще не понимаю, куда он мог деться-то? Даже никого не предупредил? Юрочка, ну, успокойся, пожалуйста, успокойся. Я уверена, что все в порядке с ним. Честное слово. А, я-я-я-я, не знаю, может, я его чем-то обидел? Ну, мальчик-то он непростой, понимаешь, он сначала виду не покажет, а потом будет расстраиваться. Да нет, ну, я думаю, что дело во взаимоотношениях ребят. Ну, вспомни, конечно, Ванька сказал, что Миша с Арсением там шушукались в комнате. Ага, то есть ты думаешь, что он сейчас решает проблемы Арсения? Конечно. Ну, почему один-то? Почему он мне об этом не сказал? Я бы помог. Ну, он просто постеснялся и все. Юр, ты, наверное, забыл. А мы с тобой сегодня должны пойти в больницу. Сегодня? Угу. Да, забыл. Слушай, ну, Лер, сегодня как-то не до этого. Ну, надо же что-то делать, не знаю, куда-то идти, бежать. Ну, вот где искать этих паршивцев? Ну, если мы с тобой сегодня не пойдем, то нам придется ждать целый месяц. Слушай, ну, это же не критично. Ну, месяц, значит, месяц. Я только одного не могу понять. Если ты со мной не пойдешь, ты, Миша, ты чем поможешь? Ты все равно не знаешь, где он. Надо просто ждать. Слушай, как ты не понимаешь? Ну, я не могу просто сидеть и ждать. Ну, надо же что-то делать. То есть, с решением нашего вопроса, я так понимаю, нам надо повременить, да? Возможно, это перст судьбы. Может быть, нам действительно нужно повременить с появлением нашего ребенка. Надя, оставь нас. Нам необходимо работать. Да, конечно. Репетируйте. Я обязательно приду на мюзикл. И не хочу краснеть перед людьми, если мой муж забудет текст. Она способна испортить все, к чему бы ни прикоснулась. Мы уже пройти наш спектакль. Да нет, Глеб, спектакль тут ни при чем. Не надо давать Наде возможность отчинить себе и эту сторону твоей жизни. Ну, ты права. Ну, давай, пойдем в зал. Пойдем. Честно говоря, я просто, я не уверю своим ушам, что ты говоришь. Глеб, вспомни, пожалуйста. Вспомни, как мы этого хотели, как мы этого ждали. Лер, Лер, послушай, родная моя, ну, ты же знаешь, я ничего не имею против того, чтобы у нас с тобой появился наш ребенок. Что, ну? Что, ну? Сейчас я в нем острой необходимости, прости, не чувствую. Ясно. Я все поняла. Слушай, послушай, мне, родная, ну, ты знаешь, что я очень хотел, я очень хотел, чтобы у нас с тобой был ребенок до тех пор, пока не появился Миша. Ну, он же мальчик сложный, характер у него непростой. Сейчас все мои мысли, все мои чувства заняты только им. Я, ну, прости же, я боюсь, что меня может не хватить на другого ребенка. Да, конечно. Ну, ладно. Лера, постой, постой, ну, я ведь не сказал нет. Именно это ты сейчас и сказал. Послушай, ну, что ж такое-то, а? Тоня, ты где? Тоня, Тоня. А, Сень, а как ты сюда попала? А это кто? Долго рассказывать. Пойдем быстрее, нас на улице Миха еще ждет. Нет, я, нет, я не пойду. Тоня, ты чего? Вы простите, пожалуйста, и уходите поскорее. Я не понял. Тоня, что за бред? Да это не бред. Просто если я убегу, мои родители пострадают. Они же знают, где я живу. Они просто убьют мою маму и моего папу. Ребят, ну, сейчас с вами теле на драгоценное время. Тоня, идите отсюда с ребятами, а я останусь вместо тебя. А вы что будете делать? Я разберусь, что я буду делать. Ребят, уходите, пока время есть, потому что пока Юра там сейчас держит главного. Ну, ладно, Тоня, бежим. Любовь к тебе способна пережить печаль и гнев, неливые сомнения. Одной тобой душа моя живет, одна любовь имеет в ней значение. Любовь? О, нет. Обман и наваждение. Ее сетей, столь ласковых на вид, дала я клятву избегать отныне. Ну, замечательно. Полагаю, мы можем наконец-то провести общую репетицию всего актерского состава. Заверший день всех устраивает? Да, только я сначала зайду к своим прогульщикам, узнаю, какие у них планы. Ну и отлично. Так, извините, завтра я присутствовать на репетиции не могу. Почему? Дело в том, что я женюсь. Поздравляем. Вот тихушник, да, поздравляем. Ну, Глеб Сергеевич, дай пять. Молодец. Конечно, тут не до репетиции. Поздравляю, Глеб Сергеевич. Спасибо за понимание. Спасибо вам, Глеб Дмитриевна. Все хорошо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. До свидания. Это с ума можно сойти. Я устал носить поправки в либретто. Они не приходят на репетиции. Они не знают текст, они меняются ролями. И это было адно. Ну, хотя бы просто прийди сюда, порепетируй. Нет, у нас на это нет времени. И как мы собираемся при наших темпах выпустить мюзикл? Это невозможно просто. Слав, что плохо, что ты при малейшей неудаче теряешь сразу веру в себя. В каждом процессе есть спады. Ты не должен расстраиваться, друг. Ладно. Привет. Ты вообще обнаглела? Я, конечно, понимаю, что у тебя свадьба. Но почему я должна работать за двоих? Нет, нормально. Вообще здесь существует еще Гуцул. Почему ты на него не наезжаешь? А, потому что Гуцул, между прочим, сейчас договаривается с Ромой о замене Глеба для того, чтобы выступить на вашей свадьбе. Пока ты, дорогая моя, шляешься. А, ну, конечно, Гуцул у нас занимается важными делами, а я так фигней страдаю, да? Ну, ничего, Полиночка, я знаю, почему ты так злишься. Да? Почему? Ну, потому что тебе очень хочется замуж, а Гуцул против. Но ничего, ты поймаешь на моей свадьбе букет, и на твоей улице будет праздник. Ничего, что эта свадьба должна состояться именно благодаря мне. Хотя, можно не назвать этой свадьбой ни друзей, ни родственников, так? А не музыкант? Да мне все равно. Главное, чтобы мы с Глебом были вместе официально. Ну, а тебе я, кстати, конечно, благодарна. Неужели? Да, конечно. Кстати, сегодня я видела Гуцул, а они с Жанкой мюзикл в школе репетировали. Ой, ну и что? Да не, ничего, просто, знаешь, у них настолько круто получается, он Ромео, она Джульетта, безумно натурально. Ах ты, дрянь! Ну, я тебя найду, ты от меня никуда не уйдешь. Привет. А ты кто такой? Так понадо, вот решил тебя навестить. Друзья просили. Какие такие друзья? Да хорошие друзья, я с ними сидел. А девочку, девочку я выпустил. Это я уже понял. И об этом тебя друзья попросили. И об этом тоже. Тут среди наших сфальшов прошел, что закон нарушаешь нехорошо. Я, мил друг, закон не нарушал. А Паша с девочкой меня нагрели. Это из-за них я проигрался. А сейчас я хочу вернуть свой долг. Доченька! Деточка, ну что, ты здорова, с тобой все в порядке? Господи, сколько нам пришлось пережить. Мам, все нормально. Честное слово, меня вот ребята спасли, а папа там еще с главным разбирается. Ребята, миленькие, проходите. Проходите, пожалуйста. Располагайтесь. Я вам сейчас чаю, чаю. Я напою вас чаем. Спасибо, дядя. Давай чай не попоим. Сень, слушайте, нам сейчас выходить нельзя. Да вы что, ребята, я вас сама никуда не отпущу. Вы не смотрите, что у нас тесно. Места всем хватит. Мойте руки, я сейчас быстро чаю. Как там, папа, а вдруг его захотят убить? Да я не думал. Там же этот Белута. Он наверняка уже там все построил. А у меня, братан, информация другая. Якобы ты по своей воле взял талисманчик погонять. А когда продулся, ты взял и на девочку все повесил. Ну, нехорошо. Слушай, верни мне девочку. Я без нее кирдык. Ты что, братан? Так и не понял. Попытаешься вернуть девочку, а не дай бог ты наедешь на ее родителей, я среди наших скажу, что ты шулер. Давай, бывай. Света, вот ваше пальто. Спасибо. Валентин Григорьевич, я все поняла. То, что я нафантазировала раньше, это все не так. Сейчас я свежим взглядом посмотрела на сцену и определилась. Здесь должно быть море, а здесь прибрежная полоса. Замечательно. И можно поставить пару пальмов. Одну вот здесь, например, другую вот здесь. А что, отлично? Так, а насчет интерьера. Вот мне кажется, что здесь должна быть большая кровать с балдахином. Я читала, что это было очень модно в богатых домах. Знаете, по поводу кровати, я бы ее все-таки немножечко в сторону сдвинул. Это довольно интимная часть интерьера. А рядышком можно поставить какую-нибудь тумбочку, а на нее кубки, фрукты. Замечательно. Как приятно с вами работать. Ой, вы меня смущаетесь. Это же вы сами все сделали, пока я решал свои личные проблемы. Чего сейчас-то мы с вами вместе работаем? Кстати, что у нас по поводу ужина, который так и не состоялся? Я приглашаю вас сегодня. Хорошо. С удовольствием. Хорошо. Ромыч, ну давай, иди, пристреляйся в левую гитару, я сейчас подойду. А ну, прошу. А почему ты его сюда привел? Вы же должны были в школе репетировать. Ой, да там полная засада. А не репетировать свой этот мюзикл, места нет. Как интересно. И для вас совсем не нашлось местечку? Они чужих на пушечный выстрел не подпускают. Только тех, кто участвует в постановке. Игорь, хватит врать. Я прекрасно знаю, что ты ходил туда встречаться не с Ромой, а репетировать с Жанночкой спектакль про Млевую джилет. Очень интересно, какая сорока тебе на хвосте принесла. Надя, наверное. Да, да, она самая. Угощайтесь. Спасибо. Спасибо большое. Что же теперь будет? А может, правда, в милицию обратимся? Мам, ну в какую милицию? Ты пока позвонишь, они уже примчатся. Нет, на самом деле, если бы они хотели, они бы уже давно примчались. Вот, но на самом деле в милицию действительно еще рано. Надо дождаться звонка от Белута. Пап, ну все нормально? Да, ты очень. Ну что, ребят, вас больше никто не тронет. Можете не волноваться. А сейчас давайте-ка пойдем уже по ламам. Я прям не знаю, как вас благодарить. Да, ну что вы, ну просто повезло. Нет. Так, ребят, давайте-ка, собирайтесь. Я с вами. Нет, Тонечка, пожалуйста, сегодня останется здесь. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, теперь можно чайку выпить. Чайку? Чайку? Мам, а ну иди отсюда. Давай, давай, давай. Чтобы ноги твоей здесь больше не было. Нет, сначала мне от тебя кое-что понадобится. Тонечка. Уже целый час папа нет. А магазин у нас во дворе. Может быть, не хватило чего-нибудь, и он в соседний пошел? Ну, может быть. Кирочка, я понимаю, о чем ты думаешь, но надо ведь папе доверять. Да, каждый может сорваться. Ну, что будет, если постоянно кого-то держать под подозрением? Он сорвется. Правильно. А все почему? Потому что не доверяют. Да, наверное, вы правы, Светлана Михайловна. Но мне все равно как-то не по себе. И телефон он дома оставил. Всем привет! Где ты был? Уже волноваться начали, пап. А вы волноваться не дарах. Держи. Я ходил по магазину и добывал что-нибудь вкусненькое. Нашу крещану. О, вареники, круто. Я буду поставить. Нет, 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 нет. Сегодня готовлю я. А вы пока налейте себе по бокалу. Грибфрутового сока. Надо пить не более чем через полчаса после того, как его отжали. А то будет не то. Ну, а уж меня простите, себе я купил бутылочку минералки. Слушай, Полина, я тебе ничего не рассказывал, потому что боялся тебя расстроить. Понятно? А репетировать ты с ней не боялся? Значит, ты с этой Жанной не только мутишь, но еще и мне врешь. О, хорать! Я тебе еще раз повторяю. Я ничего плохого не сделал. Миша у них куда-то там делся. Я согласился его подменить. Что в этом такого? А почему именно ты? Что, в школе больше никого нет? Да какая разница? Я не собираюсь перед тобой отчитываться. Буду делать только то, что считаю нужным. Ясно? Кстати, на вашей свадьбе завтра будет Жанна петь. Что? То, что я сказал. А не будет петь Жанна, значит, Балабама не будет петь. Но у меня вообще фиолетовый, если хочется, конечно, поставить. Я рад, что есть хоть один обменяемый человек. Все, барышня, адьес. Ну и Валя. А что мне было делать? Да, пришлось отпустить девчонку. Потому что в игру вступили очень серьезные люди. Кто именно? Не знаю. Они себя не называют. Но, видимо, за девчонкой стоят очень авторитетные люди. Странно все это. Придется раскошеливаться? Этого они не дождутся. Свой долг я отдам. Но им придется заплатить. Каким образом? Не знаю. Не знаю, пока не знаю. Ну, я же ведь договорился тогда, что те деньги, которых у меня не было на игре, я отдам через две недели. Вот я за это время что-нибудь и придумаю. Мам, ну ты где была? Я уже волноваться начала. Я Тоня забрала у отца все деньги, которые вы с ним выиграли. Которые он на тебе заработал. А что ты с ним собираешься делать? Добавлю к тем, что он утром принес. Занимал у кого-то. А как отдавать будет? Пусть у него голова болит. Компенсация за моральный ущерб? Да нет, Тонечка. Это часть того долга, который мы должны вернуть. Подожди. Ну, Белу-то. Он же все уладил. Насколько он уладил? На день, на неделю, на месяц. Эти люди от нас все равно не отстанут, пока все деньги из нас не выжмут. Только вот, где их взять? Где? Мам, а может быть, давай сделаем ставки в букмекерской конторе? Я все знаю, умею, а тебе нужен только паспорт. Ты вообще в своем уме? Тебе мало было всех этих приключений? Никаких больше ставок. Деньги эти грязные, их надо отдать. Они счастья не принесут. Ну, нам же все равно не хватит. Ничего. Я кое-что придумала. Надеюсь, у нас получится. О, Калерия, это хорошо, что я вас застал. Да, а что такое, Евгений Борисович? У нас в репетиционной программе изменения на завтра. Там общий прогон будет, так что вы с Юрием Маркетчем приходите, пожалуйста. Как вы, придете? Ну, я ему передам, конечно, не знаю. Но ручаться я за него не могу. А что, у него большая загруженность в Снегинке? Да нет, у него большая загруженность в личной жизни. Не понял. А что тут непонятного? У Юрия Аркадьевича появился сын, и он занимается решением его проблем. Тут, по-моему, абсолютно все понятно. Ни на что другое у него вообще не остается времени. Вообще-то правильно. Личная жизнь, она превыше общественная. Да, вы тоже так думаете? Ну да, а вы думаете иначе? Да, а я думаю иначе. Ну, коллеги-то, ну, вы успокойтесь только. Ну, что случилось-то? Просто я ему теперь совершенно не нужна. Так, что же мне одеть? Может быть, это? А нет, мне кажется, я в этом буду смотреться очень здорово. Жанна, такое ощущение, что ты не на дискотеку собираешься, а, не знаю, на прием к королеве. Так, во-первых, это не дискотека, а свадьба. А во-вторых, мне завтра предстоит очень серьезный разговор с Гуцулом. По поводу записи? Нет. Просто мы сегодня так обалденно спели. Просто с ума сойти, он меня очень вдохновляет. Я хочу попросить его, чтобы он сыграл Ромео вместо Миши. Ты с ума сошла? А Миша? Миша, пофигу! Он не ходит на репетиции, ну, как с ним петь? А с Гуцулчиком у нас все так хорошо получается. Жанна, ну, так нельзя, это просто даже непорядочно. Ой, да ладно. Так, мне нужно, чтобы Гуцул согласился участвовать в мюзикле. Для этого мне нужно завтра офигенно спеть, чтобы он не усомнился в том, что я звезда. Да, я думаю, Зеленова и Наденька будут тебя очень рады видеть. Угу, и слышать тоже. Ладно, я шучу. Но я же надеюсь, что Игорь не скажет этим двум мэморам о моем завтрашнем выступлении. Да, если они узнают, тогда тебе точно не петь завтра. Полин, что ты злишься? Это из-за Жанны, да? Нет, не из-за Жанны. А из-за того, что ты предала мне в очередной раз, неужели ты не могла сказать Игорю, что ты не хочешь, чтобы она пела? Каким образом? Ты вообще слышала, что он сказал? Либо с Жанной, либо вообще без музыки. Да ну плевать, без музыки значит без музыки. Нет, ну тебе, конечно, плевать. Это же не твоя свадьба. А я хочу, чтобы у меня все было классно. А без музыки не классно. Конечно, классно. Ладно, пусть поет, что хочет. Я из-за нее ссориться с Гусулом не собираюсь. Ну вот правильно. Я тоже считаю, что ее вытье совершенно не стоит того, чтобы ты с любимой ругалась. Да, и если она думает, что она здесь будет появляться регулярно, то она очень сильно ошибается. Потому что это выступление будет ее последним. Да нет, вы не подумайте. Я ничего против Миши не имею. Он хороший, он замечательный парень. И вообще, это хорошо, что у Юры есть сын. Ну а в чем проблема? Он его любит. Миша вам тоже симпатичен. Но это же не мой сын. Это, конечно, замечательно, что Юра вот так вот с головой опустился в свое-то отцовство. Но я-то хочу своего ребенка. Ну зато, если у вас не получится, то есть Миша. Ой, прекратите вы, ради бога. Вы мужчины все равно ничего не понимаете. Вы же детей не рожаете. Ну, вообще-то, да, мне здесь нечего возразить. Ну вот именно. Вы не понимаете, как любит женщина. Потому что она девять месяцев вынашивает этого ребенка. Потом она его рожает. А вы... Ну, Калерия, вы, главное, не расстраивайтесь. Да все хорошо будет. Да, я тоже на это надеемся. Вы... Да вы посмотрите вообще со стороны на эту проблему. У вас все отлично. Да? Ну, наверное. Ладно, давай. Я смешной. Ну ладно, ну простите меня, пожалуйста. Простите, от меня просто эмоции захлестнули. Юрий Аркадьевич, вы не проживаете, Мишка, со мной. Да я еще хотел вас попросить, чтобы вы особо на него не кричали. Он ничего плохого не сделал. Он вам сам все расскажет. Да я и не собирался его ругать. Переволвался просто. Да, Миша сейчас рядом с вами. Да, он рядом со мной. На, с отцом поговори. Спасибо. Алло. Алло, пап, привет. Да, слушай, извини, я не хотел. Не, не извиняйся, я все понял. Вот приедем домой, и ты мне все расскажешь. Все, все, хорошо, договорились с тобой. Давай, я жду тебя. Спасибо вам огромное. Спасибо за все, правда. Да нет, за что, Миша. У вас, смотри, батя приехал. Давай, дуй. Спасибо, счастливо вам. Нету совсем, да-да-да-да, денег нет. Нету совсем, да-да-да-да, денег нет. Нету совсем, да-да-да-да, денег нет.